Новый поединок Карпова и Каспарова Матч сопровождался накалом страстей, но уже не у циковских политиканов, а в рядах болельщиков Карпова и Каспарова во всем мире. Труднейший матч завершился в ноябре 1985 года победой Каспарова 13-11. Счет для него стал символическим. Гроссмейстеры объявили 13-м чемпионом мира в истории шахмат. После этого Карпов и Каспаров встречались в поединках за шахматную корону еще трижды. Во всех матчах побеждал Гарри Каспаров. Все это наложилось на те грандиозные перемены, которые начинались в советском обществе в середине 80-х годов. В этом плане мне повезло, потому что начались мои матчи с Карповым немного раньше, я думаю, что мои шансы на победу были бы равны нулю. В 84-85-86 году ситуация менялась, и поэтому мне все-таки удалось перевести решающую фазу борьбы за шахматную доску. И здесь уже все-таки все зависело от того, как двигаешь фигуры. Личные взаимоотношения Карпова и Каспарова всегда были напряженными. На шахматном Олимпе по-другому бывает очень редко. Почти все шахматные короли – люди со сложным характером, огромными амбициями, капризами и ощущением собственного величия. Многим гениям самой интеллектуальной игры в мире присущи странности характера и поведения. Оно в шахматах часто отсоединяется либо с ярко выраженной шизофренией, либо с тяжелым характером. То есть уникальные умственные способности сопровождаются тяжелым характером, нелюдимыми какими-то качествами. За призовые суммы на турнирах идет настоящая схватка. В советские времена наши гроссмейстеры были обязаны сдавать львиную долю своих гонораров в государственную казну. Сейчас мастера оставляют себе все деньги. Многие российские шахматисты давно уехали за границу и выступают в командах чужих стран. Крушение СССР специалисты называют началом конца советской шахматной школы. Больше нет грандиозных детских турниров, любительские секции и редкость. Уникальная массовость игры давно забыта. Отбирать таланты из миллионов юных игроков, как это было в СССР, теперь не удается. Российские шахматы нынче живут старым багажом. В этом мнении сходятся даже вечные соперники Карпов и Каспаров. Там же заделы были сделаны колоссальные. И вот то, что у нас рухнуло в конце 80-х и окончательно распалось в 91-м, вот это мы сейчас начинаем ощущать. Но печально, что мы потеряли школы. Сейчас намного сложнее возрождать, восстанавливать, нежели продолжать традиции. В России нет ни одного потенциально сильного элитного шахматиста до 20 лет. Мы не располагаем за тем потенциалом, который был раньше. Во многом система работает по инерции. И если эта ситуация не будет исправлена в ближайшие 2-3 года, то можно сказать, что шахматы и потенциал России в будущем он будет всего лишь бледной копией того, что было в Советском Союзе. Не ладится дело и в международных шахматах. Единого чемпионата мира сейчас нет. Есть чемпионы по разным версиям, как в боксе. В 1993 году из Фиде со скандалом вышел Гарри Каспаров. Он тогда создал профессиональную шахматную ассоциацию и под ее эгидой сыграл матч с англичанином Найджелом Шортом. Каспаров победил, объявив себя чемпионом мира. Фиде его чемпионство не признала. И в том же году после выигрыша у голландца Тимона чемпионом мира по версии Фиде стал Анатолий Карпов. Несколько лет назад Карпов поссорился с президентом Фиде Кирсаном Илюмжиновым и вслед за Каспаровым вышел из Международной шахматной федерации. Одновременно то же самое сделал еще один великий шахматист Владимир Крамник. Под эгидой Фиде все трое больше не играют. В отсутствие сильнейших мастеров чемпионами мира по версии Фиде становятся отнюдь не самые маститые шахматисты. Например, малоизвестный в больших шахматах Рустам Касымжанов из Узбекистана. Фантастический успех у Касымжанова вот на том турнире. Но и до, и после он же нигде себя не показал. Но Клифман стал чемпионом мира, потом играл в Ленарисе. Игрет дает интервью и говорит, ну замечательно, с последнего места ушел и хорошо. Многие гроссмейстеры недовольны нынешним руководителем Фиде Кирсаном Илюмжиновым. Президент Калмыкии уже 10 лет возглавляет международные шахматы. Претензий у знаменитых мастеров к нему много. Анатолий Карпов и Гарри Каспаров одинаково называют действия Илюмжинова разрушительными для шахматного дела. Система чемпионата мира подорвана и уничтожена. Звание чемпиона мира дискредитировано. То есть все худшее, что с высшими шахматами профессионально не могло случиться, это уже случилось. То есть хуже вроде ничего и быть не может. Илюмжинов не решил главную проблему. И я не думаю, что он кого-то кроме самого себя может здесь винить. Привлечение в шахматы спонсоров. Существует система Фиде, подстроенная под Илюмжинова. Она абсолютно неэффективна. Это люди, которые привыкли жить за его счет. И абсолютно не способны к поиску новых коммерческих спонсоров. Известный российский предприниматель Артем Тарасов несколько лет подряд сотрудничал с Илюмжиновым. Это была попытка сделать шахматы коммерчески выгодным проектом. Подобно большому теннису, гольфу, боксу, баскетболу. Телетрансляции этих видов спорта давно приносят спонсорам огромные барыши. Там прекрасно поставлена реклама, раскручен рынок сувениров. То же самое Тарасов предлагал сделать в шахматах. С новейшими пиар-технологиями, очень дорогой рекламой и прибылью в сотни миллионов долларов ежегодно. На 100% шахматы были бы самым процветающим видом спорта. Потому что он массовый. Потому что это рынок для рекламы огромного количества товаров. Это на самом деле золотое дно, которое не сработало по причине того, что не сделали продукт, который бы могли предъявить спонсорам. Не уладили конфликт в шахматном мире. Проект Тарасова продержался 7 лет и рухнул в 2003 году. В развале своего предприятия Артем Михайлович винит шахматных маэстро, которые, по его словам, заинтересованы исключительно в собственных гонорарах. Развитие шахмат их не волнует. Да, это гении, это индивидуалы, но они стали иждивенцами. Они ждут просто им все равно, откуда берутся деньги и давайте их вперед. Можно сделать 3 миллиона призовой фонд, но он идет как приз. Эти люди кладут эти деньги в карман и говорят, а давайте следующий турнир, но мы чем меньше такой-то суммы не играем. Это значит, что эти деньги не вкладываются в развитие спорта, они вкладываются в финансирование гениальных иждивенцев. Деятельность Артема Тарасова в шахматах, она не принесла шахматам, не знаю, кому-то другому, но не принесла шахматам никакой пользы. Лучшие гроссмейстеры-мужчины получают на больших турнирах гонорары в сотни тысяч и даже миллионы долларов. Призовые фонды в женских шахматах гораздо меньше. Женской шахматной школы СССР давно нет. В прошлые времена блестяще играли знаменитые дочери Грузии Нона Гаприндашвили, Майя Чебурданидзе, Нана и Ассилиани. Нынче они выступают в турнирах крайне редко и уж точно не за Россию. Сегодня единственная суперзвезда российских женских шахмат – гроссмейстер Александра Костенюк. Это звание Саша завоевала по мужскому разряду. Таких шахматных леди в мире – единицы. Чемпионка Европы, вице-чемпионка мира. Ей чуть больше 20. Александра живет с родителями в маленькой квартире на окраине Москвы. Никакой роскоши. Комнаты украшают только кубки ее победных матчей. Призовые суммы в женских шахматах по сравнению с мужскими – смехотворны. Я обычно езжу на турниры большие с тренером. Главные турниры, и я ему должна оплатить за работу его. Плюс еще я должна оплачивать проживание, мое питание, поездку мою и тренера на чемпионат Европы или на просто турниры. Получается, что если я первый приз выигрываю, если я хорошо играю и выигрываю первый приз, то я с трудом отбиваю все, что потратила. Несколько лет назад совсем юная Саша Костенюк ненадолго превратилась в топ-модель. Она только-только стала гроссмейстером, блестяще выиграла серию турниров. Проект Артема Тарасова тогда развивался вполне благополучно. Мы взяли модельное агентство, и мы начали разрабатывать форму для шахматиста. Была такая задумка, что ты играешь черными, и выходишь в белом костюме. Играешь белыми, и выходишь в черном костюме. То есть это были спортивные костюмчики, бело-черные, сделанные шахматными клеточками, фигурками. Это было очень красиво, это был матч по быстрым шахматам, но мы были одеты в эти шахматные костюмы. Демонстрация клетчатой моды на этом закончилась. Александра не огорчается. Топ-моделей много, а гроссмейстеров, особенно женщин, в мире наперечет. У нее мало свободного времени и много турнирных планов на несколько лет вперед. Ей до сих пор еще очень хочется поучиться у шахматных королей. У меня большая горечь, что прервалась эта передача опыта шахматистов, достигших уже чего-то, более молодым шахматистам. И вот я жалею, что сейчас практически нет ни одной школы. Но я знаю, я не думаю, что об этом надо говорить с печалью, об этом надо говорить с желанием возобновить это. Патриарх советской шахматной школы Марк Тайманов десятилетиями давал уроки начинающим шахматистам. Четырехкратный чемпион Европы, гроссмейстер Тайманов до сих пор профессионал экстракласса и блестящий педагог. Его опыт в подготовке шахматистов неоценим, но знаменитых мастер-классов Марка Евгеньевича уже давно нет. Современным российским шахматам его талант не нужен. Сейчас гроссмейстер из Санкт-Петербурга воспитывает двойняшек – Машу и Диму. Они родились год назад. Тайманову тогда исполнилось 78 лет. Отцовские радости помогают ему реже вспоминать о шахматных разочарованиях. Я бы даже не хотел, чтобы, скажем, Димочка профессионально занимался шахматами. Шахматы сейчас потеряли свой и общественный статут, они потеряли и свою социальную значимость. И они просто из высокого искусства превратились, перестроились на увлекательную игру. Во времена Холодной войны шахматы были козырной картой СССР в политическом противостоянии двух систем. Виртуозная игра советских чемпионов, их интеллект, их блестящие победы были частью идеологической борьбы. Поэтому государство не жалело денег на развитие игры. Сегодня государственной поддержки шахмат практически нет. Турниры внутри страны финансируют большей частью крупные коммерческие фирмы. Если даже чемпионаты России удается проводить с великим трудом, то что говорить о массовых шахматах? Бизнесменам они не нужны. Попытки сделать шахматы коммерческим проектом международного уровня рушатся из-за постоянных склок между гроссмейстерами, спонсорами и чиновниками. Миллионам поклонников шахмат безразлично, кто победит в закулисных играх. Они хотят видеть красивые, честные поединки настоящих мастеров. Но когда такие шахматы вернутся в Россию, сегодня не знает никто.